Эфир телеканала РБК продолжает проект «Открытая студия». Сегодня мы работаем в выставочном комплексе «Экспо», где проходит межрегиональный форум по популяризации лучших практик в социальном предпринимательстве. И сейчас к нам присоединяется руководитель дирекции стратегических исследований и анализа фонда «Наше будущее» Михаил Космачев. Михаил Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Наиболее популярными сферами деятельности социальных предпринимателей всегда были сферы дополнительного образования, воспитания детей. Интересно, за последнее время может произошла некая трансформация, может появились какие-то новые, охваченные ими ниши. Какие тренды прослеживаются? Да. Хочу отметить, что в 2019 году, когда принимали закон, было понимание, либо была надежда на то, что большинство предпринимателей – это будут как раз производственники, это будет не сфера услуг, это будет занятость инвалидов первой категории. Но по факту оказалось действительно, что это услуги, это образование, доп. образование, это спортивные школы, это центры досуга и так далее. И сейчас мы видим, что в разных регионах, там разные экономические ситуации, разные характеристики регионов, но там всегда повторяется на это же ситуация. То есть это доп. образование в центре находится. Из того, что появляется нового, это, к примеру, IT-школы, соответственно, школы программирования для детей, начиная от наших самых северных регионов, Ямала, заканчивая югом. Везде есть школы программирования, которые востребованы, которые родители понимают, что за IT-сферы будущие, поэтому они ведут своих детишек. И, соответственно, там, где есть спрос, там появляются и социальные предприниматели, то есть это значимая сфера. Из других сфер это проекты внутреннего туризма. Я помню, что еще в десяток году было не так много таких проектов, но, например, в Коломне возник целый кластер музеев, мест проведения досуга, и это был действительно значимый проект. Сейчас мы видим, что в самых разных регионах появляются социальные предприниматели, но яркий пример Калининградской области. Там очень много проектов. То есть туда, куда перемещается внутренний туризм, туда, где появляется спрос, там появляются социальные предприниматели. Причем есть как социальные предприниматели в узком понимании. Это, к примеру, те, кто обеспечивает инфраструктурой маломобильных граждан. К примеру, специально оборудованные пляжи, домики для отдыха, организации общественного питания, которые адаптированы для определенных категорий. Это как бы узко. Так и более шире, к примеру, детские лагеря, очень популярные именно частные детские лагеря в самых разных регионах. Ну, к примеру, на Байкале много появилось детских лагерей, не только в Иркутской области, но и в Бурятии. И в целом, туристические проекты, туристические продукты очень востребованы. Это началось со времен пандемии. Это продолжается сейчас. Мне кажется, бум, еще рынок не насытился. Значит, IT-сфера, внутренний туризм, все, что касается здорового образа жизни, поддержки здорового образа жизни и так далее, любых практик, они тоже подходят очень близко к социальному предпринимательству. Тут вопрос упаковки. То есть, это может быть чисто коммерческий проект, а может быть социальный. А в каких производственных отраслях на сегодня работают социальные предприниматели? И сколько их вообще? Много ли? Мы оцениваем, исходя из реестров, исходя из наших опросов, примерно 10% это именно производственники. То есть, немного распределены они неравномерно. Чаще выделяются ремесленники, то есть, люди, которые занимаются народно-пудачными промыслами, и там что-то изготавливают. То есть, это небольшие объемы. Иногда это такие достаточно большие центры, как центр в Калининграде ООО «Обсервер». Это производство инвалидных колясок, различных приспособлений, то есть, физические средства реабилитации. Вот это тоже производственная сфера. Иногда это какие-то небольшие товары, которые производят в специфических педагогах. Бабушки, люди с ограниченными возможностями. Например, в Петербурге есть мебельная фабрика «Астр», где люди с ограниченными возможностями, они собирают мебель. Она выигрывает за счет того, что это достаточно бюджетная категория, то, чего не хватает сейчас. Но это, как бы, есть у этого тоже издержки, конечно. То есть, таких проектов немного. Знаете, мы это выяснили в том числе, когда начали заниматься поддержкой предпринимателей, которые хотят выйти на внешние рынки, поддержкой экспорта. Это то, что востребовано последние два года. И мы поняли, что их надо днем с огнем искать. И не все из них упаковываются в тот продукт, который можно продавать и так далее. Есть небольшая издержка у социальных предпринимателей в том, что им трудно, не всегда возможно производить конкретный продукт на протяжении длительного периода времени, соблюдая именно объемы и так далее. Потому что очень часто все завязано на личность предпринимателя, на специфичную, работников и так далее. То есть, не всегда удается выдерживать те стандарты, которые есть у коммерческого бизнеса. Но те, кто все-таки смог влиться в рынок, с какими сложностями они сталкиваются? Я слышала, что с продвижением товаров, в частности, сложности серьезные возникают. Почему? Да, возникает с продвижением, с выходом в торговые сети, на рынки. В 2015 году мы еще запустили проект «Больше, чем покупка». Мы поэкспериментировали на нескольких заправках «Лукойла». Мы такой небольшой уголочек сделали, где продукция социальных предпринимателей, которая маркирована «Больше, чем покупка». Соответственно, мы стали расширяться, но, в принципе, не так много товаров, которые возможны. То есть, их не так много, в принципе, и они не всегда могут устойчиво предлагать. И плюс еще зависит от поставок, зависит от сырья, от материалов. И часто это очень индивидуальная история, как с народно-художественным промыслом. Конаковский фаянс, например, в Тверской области, какие-то игрушки. Это все очень индивидуально, их очень мало. То есть, как небольшие объемы, иногда выигрывают предприниматели те, которые находят корпоративных клиентов. К примеру, у них есть большой корпоративный клиент, какая-то крупная компания, корпорация, которая у них заказывает, к примеру, подарки на праздники, для своих сотрудников и так далее. О, тогда появляется какой-то надежный закончитель. Но не всегда это удается. То есть, главное, наверное, тут препятствие в том, что это все-таки небольшие объемы и неустойчивость такая внутренняя для компании. Поэтому услуги, они хорошо идут, потому что это более понятная модель. И целевая аудитория, то есть, детишки, если вы вводите детишек в дополнительные обучающие центры, в бассейн и так далее, как правило, будет большая привязка, и люди все равно приглашают вводить детей, даже если у них упали доходы, если они не могут платить. То есть, они привязаны в плане услуг. А вот в плане производства и покупки товаров такое не работает. Михаил Васильевич, вопрос. Сейчас очень много говорится о мерах поддержки. И сегодня об этом тоже говорили. Наблюдается некоторое снижение объемов и суммы грантов тоже снижаются. Я так понимаю, что сейчас предприниматели, так скажем, в поиске новых каких-то выходов, ходов-выходов, учитывая еще и сложную экономическую ситуацию. На ваш взгляд, какие инструменты можно назвать эффективными, на что стоит обратить внимание? Может, это какие-то новые механизмы? В отношении грантов всегда ведутся споры, в том числе ведутся споры в органах власти. И у нас насчет того, должен ли предприниматель жить от гранта гранту получим его. Тем не менее, в 2022-2023 году достаточно много грантов было выдано, в том числе в Республике Машкортостан. Сейчас их, конечно, будет в разы меньше. Поэтому мы стали спрашивать предпринимателей, а что им нужно помимо грантов? Есть еще одна такая очень трудно решаемая проблема. Это аренда помещений. Здесь этим тоже очень трудно найти имущество, льготную аренду и так далее. Поэтому часто цепляется за третью область. Это продвижение, потому что часто социальный предприниматель, он замыкается в своей небольшой аудитории и не может выйти за ее пределы, и при этом не умеет работать ни со СМИ, не умеет себя преподнести, не умеет работать в соцсетях. Не то, что не умеет, а работать это так, как будто бы в нем не стоит задача привлечь новую аудиторию. То есть он работает в существующем. То есть как рассказать о себе интересно, упаковать себя так, чтобы это была не просто твоя деятельность, а захватывающий сериал, где есть трудности, которых ты преодолеваешь, ты с этим делишься. И это вовлекает. Это, к сожалению, не умеет. Поэтому мы придумываем различные конкурсы, которые имеют и денежную основу, и имеют основу под собой публикации рассказа об истории предпринимателей. Или, к примеру, видеоролики. К примеру, есть буквально недавно появились 5-6 роликов, посвященных истории социальных предпринимателей. И я вижу, что эти ролики, которые сделаны качественно, которые доносят суть деятельности, они востребованы и прямо действительно... Находят отклик, наверное. Да, находят отклик, да. Поэтому умение производить контент, умение выделяться, это очень трудно. И поэтому сюда продвигаются в том числе. Еще большой класс – это обучение, обучающие программы. Они в том числе чаще всего бесплатные, в том числе и те, которые фонд «Наше будущее» и «СИСы». Вот здесь есть другая трудность, что как будто бы есть насыщение стороны предпринимателей. Они уже пообучались. С другой стороны, они подсели на этот крючок, что мы хотим еще обучаться. То есть вот это максимум о том, что обучаться нужно всю жизнь. Предприниматели этого воспринимали, они это понимают. Но при этом у них больше требований. И поэтому нужно придумать какие-то специальные программы, что-то интересное, что-то прикладное. То есть, допустим, как подать заявку на грант, тот же самый. Но пройти это обучение и к этому еще какие-то полезные знания. Или как работать с соцзаказом, то есть как работать с бюджетными средствами, тоже обучение и так далее. То есть это работает. Соответственно, есть большие две трудности. Вот это аренда и это средства на развитие, гранты, деньги. И есть более привычные и решаемые вопросы. Это касаемо продвижения. Это касаемо, соответственно, обучения. Это такие вот основные сферы поддержки. Что касается привлечения средств. Вот в 2015 году на одной из краудфандинговых платформ по инициативе фонда «Наше будущее» появилась отдельная категория социальные проекты. Вот интересно все-таки, каков итог этой практики? Нашли ли отклик вот эти вот социальные проекты? Да. Мы рассказывали про социальное предпринимательство и общаясь с предпринимательством, мы говорим, что есть один из механизмов поддержки – это краудфандинг. Когда вашими инвесторами становится неограниченное количество лиц. Вопрос в том, что есть у нас, допустим, две платформы. Это планеты Rubem, Стартинг, которых могут привлекать такие средства. К сожалению, это не распространенная история. Это не всегда, то есть эта конкретная история, она была успешна в том плане, что мы собрали «Копленок А430», но мы столкнулись с тем, что хорошо механизмы краудфандинга работают в части благотворительных проектов, благотворительных фондов, да, потому что там понятно, ты кому-то помогаешь. Какие-то необычные истории заходят, но в целом обычный социальный предприниматель, он как будто бы у тех, кто хотят инвестировать, у него вопрос, а зачем я поддерживаю, он что-то предприниматель, да, или что я получу взамен. Иногда здесь можно что-то придумывать, какое-то вовлечение, что ты взамен получаешь какой-то мерч, тебя приглашают на какое-то мероприятие, которое, например, вот в этой школе, да, и ты соучастниками становишься, ты видишь, ты кого поддержал этого, что-то придумать. Но это все-таки остается единичными историями. Тут нужно думать, как вот действительно рассказать об их социальных предпринимательствах, чтобы им поверили и им их поддерживали. Пока вот такого ответа нет. Михаил Васильевич, еще интересно, все-таки на Ваш взгляд, на сегодня крупные инвесторы, они заинтересованы в развитии социальных проектов? Да, заинтересованы. У нас, конечно, есть определенная специфика, в том числе связанная с тем, что крупный бизнес, по факту, крупные компании, они и декларируют, и по факту несут ответственность за определенную территорию, там, где они находятся. Они поддерживают местное сообщество, местных предпринимателей, некоммерческие организации, и, соответственно, и здесь выигрывают в плане крупного бизнеса те регионы, где есть крупные компании. Соответственно, есть там Северсталь в Череповце, и Череповец не узнать. Там создается агентство городского развития, оно переделывает весь город, с одной стороны, с другой стороны, дает гранты. Или Норникель в Норильске, дает гранты социальных предпринимательств. То есть, если есть крупная компания у Вас непосредственно, и Вы ведете деятельность в этом муниципалитете, нужно смотреть, нужно искать крупный бизнес, приходить к ним и так далее. Но не всем так везет, то есть есть муниципалитеты и даже целые регионы, где нет таких крупных инвесторов, а именно не крупная компания, а просто чисто инвестиции. Здесь тоже у нас не такой большой опыт, мы подобные проекты реализовывали в Югре, в Антон-Ансийском автономном округе, соответственно, там мы объединяли на одной площадке и органы власти, и крупных инвесторов, и самих социальных предпринимателей, и всех, кто-то так иначе заинтересован. Тут, благодаря политической воле, благодаря политической воле прежнего губернатора Натальи Комаровой, это удавалось прокрыть. Что касается крупных инвестиций, часто очень важна позиция руководства, чтобы их поддержка необходима. Михаил Васильевич, спасибо вам большое за интересную беседу и, конечно, желаем удачи в работе. Спасибо большое.